...назад принимал самое посредственное участие, он занят в каких-то мероприятиях, но связанных с этим делом, с этим юбилеем. Но, как он сказал, как только он освободится, он сразу приедет. Может быть, быстрее, может быть, ну, по крайней мере, он точно будет. Поэтому, я помню, что он мне поручил открыть заседание и даю появление председательству. Значит, у нас здесь замечательные и редкие для нас гости. Повестка у вас есть. Научный доклад нам согласились сделать сегодня, как, наверное, наши сотрудники, делали научные доклады. Но мы рады всегда, когда приходят к нам замечательные ученые, работающие не в нашем институте, только мы припряемые связи и так далее. Да, значит, Григорий Исаакович Коренблат, он и Калифорнийский университет, и институт океанологии нашей Академии. И Валерий Михайлович Простокихин, это тоже институт океанологии. Название доклада, по-моему, не изменилось, но в билетность фундаментальная проблема тысячелезия, не в коридории исследований и перспективы. Ну, в пределах той принятого у нас регламента, доклад пройдет. Пожалуйста, Григорий Исаакович, выясняйте. Ну, как для вас удобно. Метрофон здесь у нас, я хочу работать, да. Дорогие коллеги. Можно присесть? Дамы, господа. А наши, так вот, наши платья... А, может быть, профессором Калифорнийского университета Александра Леонидовича, Валерий Михайлович Простокихин, здесь присутствует очень много. В Институте океанологии они начались и закончились там. И в лаборатории имени Лоуренца в Беркли. Но, несмотря на специальное название, нам предоставляется, что наш доклад затронет некоторые принципиальные вопросы истории науки, и потому может представить интерес для выдающейся аудитории, собравшейся здесь. Я напомню, да, значит, здесь будут слайды. Значит, я прошу, так сказать, для тех, кто интересуется деталями, они тут будут. Но я все-таки постараюсь не входить в очень специальные детали вычисления. Я их не могу. Итак, напомню, что турбулентность – это состояние вихревых движений жидкости и газа, в котором скорость давления и другие локальные свойства течения претерпевают резкие и нерегулярные, можно считать, случайные изменения в пространстве и времени. Турбулентность была впервые осознана Леонардо да Винчи, который не употребил слово турбулентца, которое потом было забыто и восстановлено Келлином. А и вот противоположный класс движения на жидкости называется Леонардо. Явление турбулентности имеет огромную практическую важность, и оно интенсивно изучалось, особенно в последние полтора столетия. Армии ученых и инженеров принимало в этом дело, среди которых были гиганты – Калмогоров, Гайзенберг, Онсамер. Несмотря на это, следует признать, что в настоящее время полный, замкнутый в себе математический модель явления не существует. Более того, мы еще далеки от ясного качественного понимания явления, которое обычно предшествует созданию такой модели. Турбулентность остается загадкой. Современные теоретические представления о турбулентности были сформированы великим советским ученым Андреем Николаевичем Калмогоровым. В конце 30-х годов он был стремительно восходящей звездой, но чистой математикой. Само его обращение к турбулентности – исключительное и весьма поучительное событие в истории науки. И здесь обязательно следует вспомнить Отто Илюльевича Шмидтар. Это была личность, как бы перенесенная в 20-30-е годы прошлого века из эпохи Возрождения. Выписывая во время, он крупный математик, был заведующим кафедрой алгебры Московского университета. Одновременно он был главным редактором Большой Советской энциклопедии, директором единственного в стране госсестата. Даже одно время он был заместителем Народного комиссара финансов. И везде его сопутствовал успех. В конце 1932 года он был вызван Кремль. И более всемогущего руководителя государства он был назначен начальником главного управления Северного морского пути, жизненно важной для страны артиллерии. И Шмидт снова преуспел. Причем преуспел невероятно. Он сумел в короткий срок, кстати, оставаясь на работе в университете, превратить вымиравшую профессию полярника в одну из самых престижных стран. Экспедиция на Челюскине, раздавленном индаме. Шмидт, начальник экспедиции, руководил высадкой участников на льдину. За их спасением на тающей льдине без преувеличения следил весь мир. Для летчиков, спасших челюскинцев, была установлена новая высшая награда страны, звание Героя Советского Союза. Затем экспедиция на Северный полюс. Четверка папанинцев. Он лично планировал экспедицию и руководил спасением экспедиции, ставящей весной льдиной. Весной 1938 года. После завершения этой экспедиции популярность Шмидта в стране и во всем мире достигла беспрецедентных пределов. Он имел, конечно, охранную грамоту. В его кабинете дома висел большой портрет руководителя государства с личной надписью. Ну, значит, тем не менее. Популярность была уж слишком велика. Последовал новый вызов Кремль и новое назначение. Первого вице-президента Академии наук с исключительными полномочиями. Время – конец 1938 года. Было тревожным, приближалась мировая война. Значение науки и Академии наук для страны четко осознавалось правительством и обществом. Шмидт мгновенно понял, что Академия не козиздата и не клафси в Мургуте. Для успеха порученного ему дела он должен иметь кабинет надежную команду единомышленников, истинных ученых высокого нравственного уровня. Эта команда, на которую он мог бы опираться, ему было необходимо. И здесь, заведующий кафедрой алгебры Московского университета Шмидт, обратился к своему коллеге, заведующему кафедрой теории вероятности, Андрею Николаевичу Калмогорову. Опиравшись на имевшиеся у него полномочия, он сделал Калмогорову фантастическое предложение стать академиком и, более того, академиком-секретарем всего отделения физико-математических наук Академии. Замечу, что за год до этих событий Андрей Николаевич баллотировался в члены-корреспонденты Академии, но сильно не добрал голосов. Единственная просьба Утаюча к Андрею Николаевичу была войти в создаваемый им институт теоретической георгии и возглавить там лабораторию. «Вы приведете туда, сказал Утаюч, учеников, запустите дело, а потом, если захотите, передадите дело одному из них». Кстати, так оно и получилось. Лаборатория развелась в ныне процветающий институт физики атмосферы. На вопрос Андрея Николаевича о тематике лаборатории Шмидт, естественно, ответил. «Это полностью ваше дело, ваш выбор». И тут Шмидтам было произнесено слово «турбулентность». Энциклопедический ум, чутье и фантастическая прозорливость Шмидта подсказали ему область науки, открывшего для будущего феномен калмагоров турбулентности. Значит, вот тут я, это вот Шмидт, подарник, а теперь Владимир Михайлович следующее. Значит, вот число, степень турбулентности определяется вот таким параметром, число Рейнольца. Ну вот, здесь все это написано. Единственное, что неясно, это, что такое коэффициент связкость, вот он определяется вот тем, значит, рисунком. Значит, напряжение, когда у вас движется пластинка на границе от слоя размером Т, вот напряжение, отстрение, оно пропорционально скорости верхней пластинки, обратно пропорционально вот ширине, тут я прошу прощения, не В должно быть, а Д. Вот. И, значит, вот мой этот коэффициент вязкости, я прошу вас запомнить, вот это, это мне понадобится, это физическое свойство материала, жидкости. И вот величина этого параметра определяет степень турбулентности потока. Если он большой, турбулентно-сильный, вы иногда испытывали в самолете, значит, когда начинает сильно трясти, теперь вы будете знать, что это связано с большим значением числа реновцев. и так, значит, получилось следующее, следующий слайд, пожалуйста, смотрите. Ну, прежде всего, считалось, что, понимаете, течение при очень больших числах, и считается по сети, течение при очень больших числах реновцев представляет собой счастливую провинцию королевства турбулентности, потому что считалось, что два результата, это турбулентное течение в трубах, и локальная структура турбулентности, войдут в практически неизменном виде в будущую термолитую турбулентность. И вот, а, значит, в практически не тронутом виде, а, значит, я хочу заметить, я в институте истории, значит, выборы в академию состоялись в 39-м, летом 38-го года Андрей Николаевич был провален в члены корреспондента, в 39-м избран академиком-секретарем и полным академиком, а уже в сентябре 39-го года он выступил на семинаре в новом институте с судьбоносным докладом, определившим новое направление локальной структуры развитых турбулентных течений. К нему тогда же присоединились два аспиранта, ставшие последствия членами Академии наук Михаил Дмитриевич Мельчаков и Александр Михайлович опухол. И, значит, вот смотрите, течение при больших, очень больших числах линолиц, вам надо указку какую-то, а то ваша тень закрывает. Она, для меня указка есть, но она долгая. Григорий, я буду показывать. Да, да, очень хорошо. Вот течение при очень больших числах, смотрите, что такое очень большое, это когда не только рэ велико, но и логарифм рэ велико. Это очень важно. Вот течение в трубах это течение вот, значит, при больших линольцах, и вот для него были сделаны, а, значит, получены результаты. По общему мнению, основные теоретические результаты, полученные вот для трубы, для распределения средней скорости по трубе, а также закономерности локальной структуры, о которых я, если успею, расскажу, войдут в практически нетронутом виде. Формула вот эта считается одной из фундаментальных не только в гидродинамике и гидродинамике, но и в инженерной науке в целом. Она ежегодно преподается в университетах и технических институтах во всем мире. А он, этот закон, основан на предположении, на гипотезе, сформулированном знаменитым Михайликом Пранкером. Представьте, что это сказать? Кармен, Теодором фон Кармен. Кармен в его ставшем историческим докладе на Третьем международном конгрессе по прикладной механике 25 августа 30-го года в Стокгольме Глеб подтвердил. Значит, этот, он сделал основное предположение. Вот смотрите, на языке оригинала, на английском и на русском языке. Сказано следующее, на основе этих хорошо установленных экспериментальных факторов мы делаем предположение, что вне близкой окрестности стенки, вне близкой окрестности стенки, а распределение скорости не зависит от вязкости. Что такое вязкость? Я уже звучит, говорил. Следующий слайд. Ну, я такого не видел. Это я вам прямо скажу. Смотрите. Выступил пранкер, и он сказал, это глава, бесспорная глава механика того времени. Новые расчеты Кармана обозначают вдохновляющий прогресс в проблеме турболентного трения. До сих пор получалось так, что при продвижении к более высоким числам Рейнольдса предыдущие интерполяционные формулы оказывались неудовлетворительными при экстраполяции во множественную область и их надо было заявить новость. Исследовательские лаборатории предпонимали большие усилия для достижения более высоких чисел Рейнольдса, но стоимость больших экспериментальных установок имеют некоторую границу, которую нельзя существенно перейти. И дальше. Благодаря формулам Кармана дальнейшие усилия в этом направлении становятся ненужными. Вождь механики говорит, формулы настолько хорошо согласуются для течения в трубу с опытом инкурации, а также с Шиллером и Германа и с экспериментами по определению сопротивления пластин, выполненных Кемпом, что им можно оказать полное доверие при приложении как угодно большим числом Рейнольдса. Четко сказано. Следующий можно сказать. так вот, он присоединился, использовав ранее предложенный подход, присоединился к работе Кармана, и вот вам то, что называется универсальный логеритмический закон Кармана Брандля, который вы можете найти во всех учебниках, а вот величина К называется константа Кармана, и это считается одной из фундаментальных формул инженерной науки в целом. Глеб, ты что-то... Ну, хорошо, гидродинамики договорились? Договорились. Так. Значит, вот, обратите внимание, вот этот закон из основного предположения с благословения Пранкля выдвигается вот такой закон. Так. В частности, значит, Пранкля великий механик того времени в своем выступлении сразу же после доклада Кармана дал самую высокую оценку к докладу Кармана. Вы такую оценку на всех конгрессах, которые выпусили, я не видел никогда ничего подобного. Вот такая. Больше не нужные эксперименты. В частности, он объявил ненужное коэффициент дальнейшее. И неудивительно, что больше 60 лет историки науки эти эксперименты не проводились. за чем? Зачем? тратить деньги, если великий человек сказал, что это не надо делать? Так, что все уже сделано. тихо. Слышу. Пранклер или Кармен или Кармен? Кармен. Сейчас. Пожалуйста, Валерий Викторович, предъявите, пожалуйста, слова. Вот. Новые расчеты Кармена. Это слова Пранклер. Слова Пранклер. Новые расчеты Кармена обозначают вдохновляющие проблемы трения. И дальше. Делают ненужными дальнейшие эксперименты. Тут все ясно. Коллеги, это история нау. Пойдемте дальше. Итак, дальше еще одно великолепие. Пожалуйста. Замечательный советский физик Ландау дал вывод теоретически этого закона. Вот здесь он намечен, этот вывод. И, значит, вот этот вывод намечен. Так это не слышу. Это интересно не слышу. Что я нехорошо. Нет, все-все-все-все. Значит, смотрите. Это вывод. Позвольте мне опустить его. Он имеется в учебнике Ландау и Ландау. Не слышу. Я вас слышу. Все надо. Можно, можно. Единственное, скажите, что вот там от вязкости зависит. Сейчас, одну минуту. Этот параметр, который зависит от вязкости, это несущественное. И вот почему. Потому что тоненький слой, который вблизи стенки, он делает совершенно ясную, учтенную в этом законе зависимость. Тут все так сиповерятки. Строго, Ландау, можете найти. Это излагается в нескольких секциях его книги с Евгением Михайловичем. Я подчеркиваю, по идее, это константы универсальные. Они должны быть одинаковыми для всех труб и для всех экспериментов предостаточно высоких числа холебаются. Следующий, пожалуйста. Так вот, значит, посмотрите. Должно быть вот так. Тут логарифм, тут вот это. Все должны быть вдоль одной прямой. А это не получается. не получается. Вы с этой стороны с вами. А, значит, ну, вот, значит, универсальные константы. Ну, товарищи, коллеги, мы с вами живем в эпоху агрессивного либерализма. Но даже в эту эпоху считать константы одинаковыми вот здесь и здесь как-то не получается. Но это мало возмущало. Так. Теперь, значит, вот вывод Ландау имеется. и вот именно эта стройная картина. Тут, знаете, эксперименты, они как-то, вот, экспериментальные точки не могут приводить. Ну, Монина и игрового в книге они приведены, но, так сказать, так сказано, что это все равно хорошо. А вот, посмотрите, это значение констант в разных опытах, которые должны быть одинаковыми. А это не так. Ну, вот. Ну, и что же теперь? Так вот, значит, но, тем не менее, вот эта стройная картина представляет сейчас в учебниках и повсеместно преподается студентам. Так вот, в наших работах с Александром Корином Валерием Михайловичем и вот я тоже в них участвовал. В наших исследованиях, которые продолжались много лет, было показано, что универсальный логарифмический закон Кармана Пронжа, я, следующий профессором Кембриджского университета, использую здесь принятую в Кембридже деликатную формулировку. Not quite correct. Не вполне correct. Он полностью опровергается экспериментами. Это объясняется прежде всего неправильностью основного предположения о том, что не зависит от резкости. А вывод Вандау, помимо использования некорректного предположения Кармана, упускает важную математическую тонкость. А вот понимаете, что за тонкость. Вот представьте себе, что у вас есть функция, зависящая от х, от параметра. Значит, давайте рассмотрим, что может происходить при больших х. И при х стремящемся без конечности. Первое, она стремится к конечному пределу. Это называется полная автомобильность по параметру х. И именно это неявно принял Ландау. Но это же не обязательно. Второе возможность никакого предела вообще нет. Ну тогда, так знаете, как Лорд Герман как-то сказал, оставим эти тонкости в математику. А вот нельзя оставлять. Потому что существует некий случай, когда она ведет себя как степень, зависящая, кстати, от числа Рейнольца. Степень. И вот в результате наших довольно длительных изысканий оказалось, что закон-то не такой. Вот. Это уже важно. Это связано было с тем, что имеет место вот это называется неполная автомодельность по параметру это, неполная автомодельность, которая привела к степенному закону. И значит, привела к степенному закону. это экспериментально или теоретично? сейчас спасли нет, надо экспериментально. Что? Нет, одну минуточку. Утверждается, что мы это вывели на основе нашей гипотезы. Но подтверждение экспериментов можно вас понимать так, что вы интересуетесь, как это подтверждено экспериментом. Так вот, тысяча по порядку увеличенных экспериментов будут вам предъявлены сейчас. Я не с этой стороны пожалуйста. Так, так вот, значит, что дальше? Этот закон не нет, зачем же? Валерий, вы хотите раньше? Этот закон не универсален. Он зависит от числа ренойца. Он не логарифмический, он степенной. И следует с благодарностью вспомнить, долгие поколения инженеров, которые успешно использовали степенные законы, подбирая коэффициенты в разных интервалах числа ренойца. Валерий, я правильно говорю? Значит, задолго до того, как Карбин и Пранклин сумели убедить инженерный мир, что степенные законы не более, чем эмпирика, а фундаментальные универсальный логарифмический закон имеет надежное теоретическое образование. Я все сказал? Я лишил тещину. Так, теперь, значит, о математической тонкости, которая была упущена ландавы. Я сказал... Ландав уже на порту. А? Ничего. Нет, одну минуту. А, в пользу, надо сказать, что там экспериментальные точки, как и в большинстве учебников, отсутствуют. Понимаете? Они как-то отсутствуют. Вот единственная книга, где они приведены, и откуда мы это взяли, это книга Монина Монин тогда работал в ЦК партии, и так сказать, написал, что точки должны лежать на прямой линии. А они не лежали. Вот. И вот вы сейчас мне задали вопрос, ну хорошо, а вот как с экспериментом? А как с экспериментом? Да. Ну да, вы сказали. Вот, вот, я сказал. Вы установили, есть прощина, экспериментальный нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, эксперименты показали, что, значит, здесь имеет место неполный автомодельность по этому аргументу пусть и никакой автомодельности по этому аргументу вообще нет. Граждане, вот закон представлен следующий с вами, Вот была введена такая функция, которая облегчила сравнение. Валерий Михайлович, а куда же? Я сюда пошусь, я не помню. А, вот. Значит, если этот закон верный, то вот эта функция и в таких координатах экспериментальные точки должны ложиться на бисекторизу первого квадранта. Так, возьмем старые эксперименты, которым прантер такую оценку дал. Смотрите, вот здесь вот, это вот тот тонкий подслой, в котором и не должно быть вне тонкого подслоя, как там действуют силы вязкости. Но посмотрите, вот он, прибавит. Правда, есть четыре точки. И эти четыре точки выпали. А профессор Коулс убедил меня, что значит это просто типографская печатка. Я с ним согласен. Но я вспомнил Микеланджело, который, вот когда он извоял пьета, его спросили, как это именно вы сделали? Он сказал, очень просто, я взял глыбу мрамора и убрал все лишнее. Да, так вот, я хочу просто заметить, что я никогда при обработке экспериментальных данных не следую принципу Микеланджело. Значит, вот эти точки были нами с нами тремя по общему сговору значит не убраны, оставлены. Вот так. Теперь дальше, пожалуйста, в следующее. А вот это, несмотря на запрещение франки, через 60 лет были сделаны опыты в Принстоне. Марк Загорова, он получил за эти опыты докторскую степень. Вот посмотрите. Значит, должно быть так. Вот это безразмерная скорость, понимаете. Во-первых, четкое расщепление по числу Ренольца. Для каждого числа Ренольца своя кривая. Значит, тут, Глеб, ты напрасно смотришь на меня строго. Я сейчас это объясню. Горб, горб, потому что он через ось пересекал. Вот. И смотрите, вот так вот, и поглядите, здесь прямо вина огибающая. Вот. Ну, тем не менее, он умудрился ее не заметить. Итак, давайте посмотрим, во что же превращается в этих новых координатах, если наш закон с теми же константами справедлив, во что превращаются опыты Загорола. На, смотрите. Прямые линии. Как говорится, Эвклид. Прямые линии. Вот. И, значит, тут хороший диапазон. Правда, тут, значит, при больших числах Леннольца трубы Загорола оказались недостаточно гладкими, но это здесь не мы этого не касаемся. Так. Теперь значит, вот сравнение с экспериментом. Я вам показал. Или какие-нибудь вопросы будут по этому сравнению? Речь идет, и речь идет пока только о трубах. Но я уже понимаю ваш вопрос. Соключается он в том, что с жидкостью гидравы. А вот и нет. как раз Загорола работал с сжатым газом. Не Бурад с водой. Загорола с сжатым газом. Вот так обстоит. Теперь дальше. Значит, вот это я тоже показал. Значит, повторяю. И вот следующий человек, пожалуйста. Понимаете, вот если вы возьмете закон, который мы предложили, то этот закон для разных чисел реновцев это семейство кривых. Так вот, оказалось, что это семейство имеет огибающую. И это огибающее удивительно близка к данным обработке Некурадзе. Что это означает? Это означает, что эксперименты Некурадзе были проведены в точках близких к гибающим. Или проведены, или приведены. Я не знаю. Но, так сказать, я не могу исключить ни одного из случаев. Но что дальше обнаружено? что для каждого числа реновцев здесь появляется вот такой прямолинейный кусочек. Зависящие коэффициенты которого зависят от числа реновцев. И вы видели эти прямые ? Валерий Михайлович, еще раз покажите. Вот Загорова. Опыты Загорова. Вот. Вот. Вы видите, тут такие прямолинейные кусочки. И вот этих кусочков коэффициенты зависят от числа реновцев на предыдущем параметре. Вот. Смотрите. Вот зависимость от числа реновцев. То есть логарифмические законы да, но зависящие от числа реновцев именовцев. Так. Теперь дальше. значит а дальше вот что. Обратно. Обратно. А, понятно. Ну, тут я пропустите там немножко. Да. Пропустите. Пропускаю. Да. Пропускаю. Но я хочу сказать следующее. Ведь смотрите не одни трубы существуют. Значит, мне вот у меня такое жизненное воспоминание. Мне нужно было получать американскую визу. Ее нельзя получить находясь внутри страны. Значит, мне пришлось когда я был в Италии мне пришлось прийти в консульство и попросить визу. в мою поддержку были написаны энергичные письма. И значит я пришел там большая очередь но появился человек который сказал что консул просит вас пройти консулу угодно вас без очереди вас взял меня я подчиненный я иду с левой он открывает дверь и я ахнул консул была красавица редкостная черные глаза простите черные волосы синие глаза обалдеть вот я обалдеть что я исполнил потому что не сказать она привыкла к такой реакции и дала мне несколько секунд о том что попросится после чего она мне задала несколько технических вопросов отдала материалы своей труб и сказала а теперь профессор у нас есть несколько минут можете ли вы мне рассказать за эти пять минут ну что же вы такое сделали чтобы заслужить такие письма я решил что она начинает свой день и кончает свой день течением жидкости в трубах и я решил рассказать ей соответствующей форме про течение жидкости в трубах она минут пять у меня очень внимательно и кто ничего слушал потом сказал то что вы говорите интересно очень интересно но понимаете когда нам нужно что-то у нас непорядок с трубами мы обращаемся к филесарю а не к ламбур а не к профессору я подумал в сущности говоря какая же беда что мы наши работы не рассказываем и не показываем важность и интерес этих работ а вот полуоткрытая частица на которую страчено огромное количество миллиардов вот понимаете ну все знают бозон фикс ну хорошо что от этого изменилось а то касается всех я это не сказал но дело в том что это все касалось кичей распорядения света этих но у нас же есть еще и закон сопротивления который то есть те напряжения которые нужны для того чтобы прогнать такой разговор и вот формула из нашей вот этой формулы получается такая вот простая явная формула для закона сопротивления а вот она тоже вот смотрите если бы она была правильной то здесь была бы точная единица вот тут она достаточно близка кинтенеца как и дальше а дальше вот что ведь не одни трубы существуют почему значит мы исключительно внимание уделяли трубам а есть еще пограничные слои в которых очень много экспериментов значит люди им запрещено заниматься трубами а уж пограничные слои они исследовали зайти в руд на исследование и вот мы обратились к исследованию ограниченных своих следующий пожалуйста что же мы обнаружили обнаружили вот что что в тех же координатах понимаете оказалось смотрите не одна прямая а две и вот здесь достаточное количество точек и посмотрите и равняется она эта степень альфа не одна кривая а две с очень резким переходом я хочу признаться что причину этого резкого перехода мы до сих пор не понимаем как следует но этот переход существует это один эксперимент а сейчас мы научились вот вводить эффективное число рейнольца и обработали при помощи этого эффективного числа рейнольца так же как мы делали для труб пожалуйста ну давайте смотрите та же самая такая же прямая а вот где эти восемь то вот смотрите это исходные материалы так посмотрите вот вот эти вот это первые кусочки и значит посмотрите что это такое почему такой резкий переход что полностью противоречит взглядам гидродинамиков значит предыдущим взглядам гидродинамиков вот так вот что туда сейчас вот теперь дальше так вот полученный результат позволяет нам утверждать следующим универсальный логаритмический закон Кармена Францера не может быть признан правильным и не может быть использован в преподавании инженерной практики повторить еще раз не надо а не надо вот дело стоит так к этому выводу мы пришли и мы его готовы защищать начало продергать теперь мы значит я уже да ладно ладно не надо фигула рассказывай продолжай чем продолжай она и председателя заменила всех надевает значит нет у вас еще 5 минут есть плюс как оно есть нет сейчас не упоминать у нас специалистов по гидравике нет нету нету так сравнили у нас с этим уже он теперь вам проверка что ли я же специально сделал так все для тех кто интересуется деталями все здесь а так сказать общее описание я думаю что я взял на серфин значит любая деталь может быть спрошена поверьте нас спрашивают и так сказать вот так обстоит значит я еще раз повторю универсальный закон Кармана Пранча который имеется практически во всех учебниках включая учебник замечательный учебник Лондар Университет не может быть признан правильно и не может быть использованием преподавания и инженерной практики надо бы в одних координатах нарисовать один закон и второй закон сколько процентов по шивке создать а сколько процентов весь вопрос спасибо большое именно этот вопрос ну значит вот если взять ту величину которая нужна а именно наклон вот этой кривой так вот 65 процентов что-то в этом роде если вы изучаете тепломассообмен то это как раз та величина которая нужна но это в какой-то области рейной он не универсален не только не универсален но отличие ведь тут вопрос такой ну чего вы там это же все о копейках идет речь ничего подобного если речь идет о сопротивлении то это до пяти раз нет почему грактов то нет почему не привезли не привели грак все так хорошо сейчас ну секундочку вы забегаете вперед это уже не та область но вы же уже вывозили что нельзя применять а он вопрос нет нет спрашивайте ради бога и старайтесь меня уколоть как можно но только он имеет ограниченное действие своим законам я так понимаю одну минуточку дело обстоит так все зависит от чисел ренойцев мы написали общий закон для всех чисел ренойцев для всех для всех на каждом существует около каждого числа ренойцев отрезок на котором действует логарифмический закон логарифмический но не универсальный понятно и эти не логарифмический но не универсальный закон он отличается по своим показателям от универсального закона так теперь значит следующее если мне дали несколько минут я могу все таки сказать сколько его дали что вы хотите ну про слово про вы же не зря ну давайте две минуты вам не больше хорошо я иду к нему вот так вот великий закон Калмагурова Олухова закон двух третий в спектральной форме закон пяти третий ну как вам сказать этот закон такой что значит корреляция вот корреляционный извините корреляционный момент пропорционален р степени две трети а константа универсальная предположение о независимости от вязкости Андрей Николаевич сделал после того он сперва написал неполную автомодельность он не знал что это название будет изобретенным а Олухов показал ему что если принять закон независимость от вязкости то получается две третих но две трети мы значит пересмотрели и обнаружили что здесь есть какая-то зависимость от рейнольца в цель здесь есть дополнительный член тоже обратно пропорционально это как в рейнольце экспериментов это мало они грубые варень 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 ну понятно просто теперь смотри плюс здесь трубы виноваты о трубах дай бог здоров последнее когда все подыхало в цаге дали возможность снять восемь точек и обнаружили четкую зависимость цель числа рейнольца как потом мы покопались в литературе и обнаружили что это значит достаточно четкий факт а вот отличие от двух третей нельзя обнаружить потому что у Кармана и Прантли стоит нуль а у Калмакорова две трети и в свете этих двух третей в свете этих двух третей поправка обратно профессионально может не быть замечена потому что опять-таки логарифм Рэд очень большая величина значит я бы очень хотел рассказать это детально но времени нет вот времени нет теперь а значит я хочу заметить что связь между идейная связь между вот этим локальной структурой и течением сдвигаем течением течением втруг была давно предсказана нашим коллегой Александром Корином вот ну значит вот я хочу еще раз подчеркнуть понимаете вот многое что делал Нареи Николаевич основано было основано на интуиции и он написал две трети Альфа и не знал как его определить его аспирант Овхов Александр Михайлович замечательный он сказал а если принять независимость от вязкости смотрите получается в чистом виде две трети но он исходил из произвольной степени значит по нам получается во первых вот это ц зависит от числа рейнольца а во вторых здесь тоже должна быть добавка но все дело в том чтобы эту добавку увидеть нужны такие рейнольцы которые может быть даже на земле недостойны вот так обстоит на сегодня дело зависимость от константы ц ц константы ц числа рейнольца она давно замечалась я помню когда вышла книга Монин и Глом это библия Турвуля я обратился к Глом и сказал кик слушай смотри у вас я вывел закон зависимости константы ц от номера страницы вашей книги число рейнольца как сказал я какое число рейнольца оно же содержит вязко а гипотеза что не зависит от вязкости в общем этот вопрос на какое-то время повис но сейчас мы ему можем ответить новые данные показывают да но для того чтобы эта штука устремилась константе нужно пройти очень большой путь я не уверен в том что его нужно пройти на земле 37 тысяч киловатт поглощала эта труба им удалось получить разрешение на 8 экспериментов вот здесь результаты значит вот как обстоит дело только на больших очень число в заключение мы хотим закончить словами благодарности всем коллегам неравнодушным к нашей работе полученные нами результаты вне зависимости от мотивации их интересов ощущение пристального внимания и недопустимости даже малейших ошибок и оговорок было для нас вы понимаете на каких людей мы подняли руку было для нас серьезным стимулом но мы хотим отметить что если бы вот историки науки если бы на нашем месте в любой стране мира были бы молодыми ученые не обремененные научным опытом и известностью им не удалось бы не только получить признание но даже опубликовать свой результат это это сейчас серьезная проблема для науки в целом и для инженерной науки в особенности благодарю и для инженерной спасибо большое здравствуйте я представляю каким леком вы пользуетесь у слушателей если вы студентов читаете лекции в другой аудитории потому что вы прекрасно владеющие предметом конечно и комплектом вы замечательно излагаете этот материал у нас давно не было такого яркого кладеза увлеченности ну если позволите может быть вопросы есть буду рад очень рад чем пожалуйста чем хотите водички нет нет есть вопросы да пожалуйста вот физику у нас я интересую вы назвали Некурадзе да что-то не можно сказать могу в 20-м году меньшеристское правительство Грузии послало нескольких способных молодых людей назад значит Некурадзе был один из них и он был направлен к Франкфилу Геттинген куда в Геттинген к Франкфилу он там значит выполнил очень важные эксперименты получил докторскую степень и к великому сожалению должен заметить что он там зародился нацизм и значит стал вот стал вот ну он умер как-то Николай Иванович Мускилишвили встречался с его братом когда его уже не оборужил вот все что я могу вам сказать скажите раз вот такие вопросы об ученых я вас хотел спросить значит наш бывший посол временного правительства США Бахмедев и спасибо огромное спасибо за вопрос да да вот что вы скажете огромное спасибо за вопрос спасибо вам большое когда я говорил о выражении благодарности ученым работающим степенных законов я прежде всего знал книгу Бахмедева и его драгоценная книга моей библиотеки 29-го года издание книга вот там понимаете как раз так и делалось да он как раз занимался именно и я уже раз вы упомянули Бахмедева позвольте упомянуть и Укалевского Ивана Ивановича заведующего кафедры гидравлики Московского высшего технического училища он тоже вот так же все это делалось и вот эти все новомодные идеи связанные с логарифическим законом проходили мне у него показатель да пожалуйста Бахмедев это просто спасибо вам огромное да у меня такое не совсем совершенно не профессиональное но вот приходилось нам заниматься экологией огромных этих нефтепроводов в частности из Казахстана Черное море вот и там мы столкнулись с таким очень трудно понимаемым сначала нам казалось и экологически значимым явлением самих трубопроводов как при движении гидравлического движения нефти она сильно стала нагреваться нагревается нагревается да на горячее вот там были всякие там попытки терактов в Чечне уже это опускают но они как раз были связаны с тем что они знали что это нагревается и соответственно подбирали определенные пластиды которые наиболее разрушительны вот в чем здесь смысл вот я не увидел например ни одного такого температурного кофициентства просто вы меня мажете маслом я не могу сойти это очень здоров спасибо вам большое за ваш вопрос понимаете какое дело то что мы рассказывали сегодня выбрали или рассказывали мы считали потом изотермическим и это сейчас сейчас ваш вопрос глупо и заключил понимаете разогрев то происходит так и мы считали что тепло отводится от течения изотермическое если это не так надо учитывать теплоотдачу и вот тут то эти вот прямые о которых я говорил и у которых коэффициенты отличаются от значит коэффициенты выгибающие играют основную роль они надо рассчитывать все нет одну минуточку рассчитать можно ну и применить потом вот именно но это не надо уже применять почему ну торопится же у нас все сейчас одну минуточку давайте так значит вот есть две вещи которые я никогда не обсуждаю это власть и политика и простите погода вот власть и погода никогда не обсуждают значит конечно людям часто бывает нужно нефть поскорее и побольше но главное это беда не в этом когда нефть добывают Глеб ты знаешь это когда добывают нефть весь вопрос том сколько ее остается и вот это экология настоящая и вопрос нефтеотдачи центральной если безграмотно сосать то очень много остается ну а ваш вопрос он совершенно замечательный и я а можно какие-то поправки теоретически абсолютно абсолютно но тогда тогда уже мне надо для того чтобы это сделать мне надо узнать как изолированы эти трубы если вы коэффициент мне скажете как происходит как эти трубы заизолированы это слегка потому что вот это вот наклон прямой наклон прямой он как раз и определяет теплоотдачку можно еще заобращаться а как пришел вообще говоря Андрей Николаевич к этой тематике в принципе то есть он он выходил как экспериментатор отвечает да я пересказал о разговоре его со Шмиттом так я по глупости может быть не попросил его написать просто сказать мне точно кто какие слова но слово тургулентность возникло в разговоре Шмиттом с Калмогоровым теперь в отношении Калмогорова я его очень напрямую и скажу вам так что вопрос который вы задаете применительно Калмогорову очень часто ну мы просто перестали его задавать он сам этого не знал понимаете вот получал правильные ответы как-то а только это не было думка вот так так пожалуйста не забудьте ваш вопрос я хочу спросить вот вы сравнили оба закона с экспериментальными данными но не сравнили закон друг с другом у меня такое впечатление сложилось что есть область где все-таки возможно преподавать закон логологический так сказать оба предпочтения мне казалось вывод у вас очень резкий вы говорите вот нельзя преподавать правильно именно потому что отвечаю прекрасно я вас уже помню и сейчас на него отвечу смотрите значит во-первых есть два слова универсальный логарифмический универсальный означает одинаковый для всех чисел ренольдс логарифмический означает содержит логарифмический член так я вам показал кусочки на которых имеет место логарифмический закон но не универсальные коэффициенты сильно зависели от числа ренольдс Валерий Михайлович очень хорошо давайте я лучше пример простой скажу если будет ясно нет представьте себе что у вас есть окружность и вы эту окружность хотите аппроксимировать прямыми линиями в каждом прямыми линиями в каждом кусочке вы можете провести прямую линию но это то же самое что вот вы идете вдоль окружности и у вас меняется число ренольдс в результате на каждом кусочке у вас прямая линия там через три точки грубо говоря можно при помощи метода наименьших квадратов провести с какой-то точностью прямую линию но чуть дальше вы отошли она у вас уходит и вот здесь как раз то же самое что такое логарифмический закон вот это фактически огибающая от семейства кривых которые каждый зависит от ренольдс нет это универсальный логарифм нет я не говорил он универсальный он является фактически реально в природе существует семейство кривых ну да вот а люди увидели значит когда если брать только маленькие начала от каждой из этого семейства тогда через них можно провести прямую но они уходят от нее и а главное то что вот этот уход есть фактически наклон и этот наклон отличается от универсального и при каждом ренольдсе отличается где-то в е корень корень зьерас а этот наклон это и есть коэффициент теплоотдачи и коэффициент при сопротивлении то есть в результате сопротивления и теплоотдачи отличаются вот все самые корень зьерас при стандартном законе и при учете зависимости вот и физика в стандартном законе говорит что вязкость не влияет это значит что вязкость только есть вот тоненькой тоненькой да а дальше все нормально и это значит мы полностью забываем о том что в потоке есть вихри которые рождаются и грубо говоря умирают рождают целую структуру вихрей а вихри их масштаб как раз и начинает в эти вихри как раз и входит вот эта вот вязкость которая на тех масштабах проходит от мелких масштабов до все это вы хотели сказать еще одну вещь это я просто знаю что вы так думаете вот эти вихрьки которые снизу идут они глубоко проникают понимаете и вот они-то создают зависимость от вязкости высоко проникают высоко я хотел сказать самое интересное что еще пранк тогда сказал что вот вопрос был идея нету никакой зависимости от вязкости но если присутствует там в законе там есть некоторое это которое в принципе безразмерная начинает в которой включена вязкость и тогда пранк сам сказал что в принципе вот от этой от границы от приповерхного слова вязкого подслоя образуются пальцы которые проникают во всю эту структуру вот его слова тогда он сам сказал и сам себе потом противоречит сам себе противоречит потому что экспериментов было мало и Григорий Сахов сказал что вот Некурадзе по-видимому либо проводил дело в том что он проводил он был аспирантом и он чувствовал что учитель от него хочется и вполне возможно что те точки которые уходили от он их не замечал не замечались ну конечно это грубо может быть я не прав но вот такое ощущение когда видишь когда те же самые опыты провел потом Загоровла и и точки ложатся один к одному вот у Загоровла и Некурадзе идут потом вдруг уникурадзе обрывается когда он уходит от закон уходит от прямой линии а значит Загоровла не связаны никакими обязательствами он продолжал измерять измерять и у него уходит 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 вот огибающий дальше вот вы видели вот эти купола такие купола просто это он перешел через ось трубы и поэтому скорость ушла ну вот так у меня вопрос в каком-то наверное смысле больше Варея Михайловича и связан с саппистром афилиации которая у вас там есть вот у вас институт океанологии и Газпром если я понимаю правильно то вот результат ваших исследований допускает определенную экономическую интерпретацию я не знаю я думаю что далеко не все здесь знают какова стоимость транспорта нефть через и как стоимость транспорта зависит от числа рейнольдс ну вот от альфа про нефть я не буду говорить здесь уже говорили что она очень сильно глинется и это как раз результат сильно турбулентного трения там внутри а вот газ дело в том что до сих до сих пор при определении сопротивления движения газа по трубам используют те формулы которые предложил в свое время Прантли и откорректировал его ученик Шлифтин поскольку они ну ворота не в какие ну не лезли не лезли пришлось добавлять коэффициенты и все до сих пор это все считается вот по тем формулам но извините если по неправильным формулам считать то украсть значительно легче чем по правильному это процент какой процент если прикинуть то процент ошибки вы вообще не говорите нигде вообще не говорите про ошибку за что боремся при достаточно больших ремонт 這樣子 процент ошибки зависит only так зависит вы же понимаете ну не надо потому что при достаточно больших это вообще это не работает при достаточно больших наоборот тем больше ренольд тем более тем более там больше не наоборот тем больше чем больше различия в законах тем больше вновь, тем больше различий в законе. Если вы возьмете движение теплохода, то там будет 10-10, 10-12 ринольдс. А как же их считали до сих пор? Как считали, отвечаю. Значит, в смысле распределения скоростей, когда речь шла о распределении, инженеры как-то не очень переживали. Но когда до сопротивления дошло, то есть число компрессорных станций на километр, на 100 километров, надо было определять, то они очень быстро обнаружили, что формула-то неверная. И пошла чистая эмпирика. Нет. И тогда ученик Франкля, Шлифтинг, взял и собственными руками подправил коэффициент. И эти коэффициенты подправлены в диапазоне от 10-4 до 10-6. Зачем, как выход? 10-6. Эти сопротивления с экспериментом. А у нас эта формула получилась прямо из нашего закона. Все понятно. Спасибо. Я так понимаю, что у нас осталось еще много тем для семинаров. Не только для облады наученном совете. Я хочу еще раз выразить вам сердечную благодарность. Вот мы издали книжку. Значит, наш институт был создан впервые в Ленинграде в 1932 году. Первым директором был в Ухаре. Ну, потом из-за политических обстоятельств институт был закрыт. Потом восстанавливался и так далее. И вот мы издали, мы в 1912 году отметили свое 80-летие. Мы издали сборник статей, которые опубликованы в нашем журнале «Вопросы истории». Если с сознанием техники. И я хочу передать вам, может быть, что-нибудь полезное. И второе, первое, то у нас получилось. Мы выпускаем теперь ежегодно календарь важных дат в истории науки. Лайкер, Лайкер, Чилл, Чилл, Чилл. Ну, вот видите, здесь вот вы найдете очень много спасибо отсюда. Календарь – это гарантия того, что вы будете нас вспоминать целый год. И мы очень рады. Валерий Михайлович. Да, конечно, да. Сейчас, я хочу сказать, что имел... Значит, что касается то моего брата, то он был в одной группе детской, значит, с внуком. Вот так. Ну, как мне было, это внук был сестру. Значит, вот Вадим Леонидович, так что мне очень приятно так иметь. Но вы еще увидите портрет тех, кто вот здесь закрывает сегодня. Но что же касается Добухарина, то вы же прекрасно знаете, как происходило его избрание в Академии. Значит, Павлов Иоанн Петрович потребовал, чтобы ему показали труды кандидатов. Ну, ему там показали какую-то политграмоту для винаты, что-то вроде. Значит, но их... Ты будешь выступать. И после этих выборов Старин скажет, если они выбрали такого дурака, как Луки, а не наши. Ну, это вот, видите, еще дополнительно. Большое спасибо вам. Спасибо. Я думаю, вы чай еще. А мы продолжаем работать.